У меня просто нет слов. Почему человек такой, как Жека из моего города, который, когда я работал дворником, ко мне подходил и принципиально не хочет работать и радуется, что не работает, и принижает даже, с презрением относится к тем, кто работает, и он всегда радостный такой, у сеструхи деньги берет, у афганского пенсионера деньги берет. Почему, короче, он постоянно курит, бухает водку 40-градусную. Короче, для него, например, пиво, это просто как газировка, он сам говорил. Почему такой человек проживет счастливую, проживает счастливую и, согласно христианству, кстати, праведную жизнь, потому что он не унывает, потому что у него нету никаких негативных... Я не знаю, он как ребенок сам, то есть согласно христианству, то он как ребенок, а там говорится, что если ты станешь как ребенок, то ты... И он не богатый, то есть, а богач не сможет пролезть в игольное ушко. Если станешь как ребенок, то ты будешь на небесах, то есть, и вот он как ребенок. Он просто, короче, живет, бродяжничает и вообще не парится ни о чем, постоянно радуется. Постоянно радуется, постоянно радуется, то есть, почему, короче, человек, который не работает, он кайфует по жизни и он попадет в рай согласно христианству. Хотя он, кстати, не христианин, вроде, я не знаю, по-моему, он просто офигист, он просто алкаш. Вот он попадет в рай христианский, а я, например, попаду в ад, потому что я страдаю депрессией и я работаю плотником с 9 утра до 7 вечера, работал на ногах непрерывно, и я просто офигел, и я столько испытал негативных эмоций, потому что у меня не получается, ну, потому что первый день. Мне даже стыдно было порой задавать вопросы, подходить, а правильно ли я сделал. Я уже думал, не пошлют ли меня нафиг. Не надоел ли я им тем, что я такой неумелый. Почему у меня такие серьезные требования к себе, а вот, например, у этого ЖЭКи никакого. Ну, хотя это, конечно, глупо сравнивать себя с ЖЭКой, хотя, на самом деле, это очень интересно. Вот раньше я вел, жил так, что я подрабатывал, я все равно, на самом деле, я никогда не был паразитом, вот, на самом деле. Я всегда подрабатывал либо расклещиком объявлений, либо грузчиком подрабатывал на газели у отца. Я скажу честно, вот так, мама мне никогда деньги не дает, не давала на карманные расходы, ни бабушка. Хотя я не являюсь никаким наркоманом, ни каким там этим. А знаешь, почему бабушка не давала деньги на расходы, на карманные расходы, как все бабушки? Потому что она любит Гошу, моего двоюродного брата, больше, потому что он ей... Потому что он от Ольги родился, царствие ей небесное, которая, к сожалению, умерла в автокатастрофе. Если бы она не умерла в автокатастрофе, мы бы были сейчас богатыми людьми. И я бы сейчас работал на городообразующем предприятии, на какой-нибудь начальствующей должности. И Гоша тоже работал бы на городообразующем предприятии, какие-нибудь там, на крутой должности. Потому что уж мама его бы устроила. То есть вот у меня я буду всю следующую неделю... Я буду еще завтра мастер-класс проводить с утра, рано встану. Поеду на метро с пересадками. В воскресенье я выйду стажироваться в зоомагазин. Там тоже на ногах, там на меня навалят работы дофигища. Судя по отзывам, там наваливают работы на работника столько, что мало не покажется. А потом с понедельника по пятницу или по воскресенье я... Или дальше еще, в следующей неделе я буду стажироваться, то есть практиковаться, работать по сути. По сути работать плотником в багетной мастерской. То есть с профессией, которой я никогда не сталкивался. Которая дается мне с большим трудом. И я очень сильно устаю там. И если у меня не получаться будет, то я впаду в уныние. А это смертный грех. И получается я попаду согласно христианству в ад. То есть я почувствую, что я ни на что не способен. Бездарен. Потому что Наташа, например, она против того, чтобы я мастер-классы проводил. Потому что она считает, что лучше мне устроиться в зоомагазин или в книжные магазины. Ну то есть на постоянную работу. Или плотником. Потому что она считает, что мастер-классы это фигня. Не каждый день. Хотя мне кажется, мастер-классы как раз будут каждый день. Я смогу неплохо заработать на них. Но мне это не главное. Мне главное... Вдохновлять людей. Стать художниками. На творчество вдохновлять. Ладно, извините за такое видео. Просто я... Устал очень сильно за сегодняшний день. А меня ждет еще дальше. Видишь, я даже не смог сказать, когда шесть часов было, что... Ну или час. Что мне... Ну вы сказали, что я до шести там или до часу. Можно я пойду домой. Я даже не осмелился это сказать. То есть я настолько... Ничтожество в социальном плане. Очень ведомый. То есть если бы меня оставили там и до 12 часов работать, и до 3 ночи работать, я бы молча работал бы там. И до 3 ночи. У меня нет такого, как у других вот, что они там... Ну я не знаю, как объяснить, короче. В общем, не важно. Ну, опасность там есть вот в том, что там есть гильотина, станок такой. И что если туда случайно рука попадет, то можно руку отрубить просто. Вот это вот основная опасность. То есть если есть такой риск, может не стоит рисковать, а может и стоит, потому что, может быть, я смогу выдержать и нормально работать. И так, что ничего со мной не случится. А вы как думаете? Спасибо за добрые комментарии, лайки. И что вы со мной. Это очень хорошо. Я ценю это. И передаю еще раз привет девушкам из Самары. Лизе и Ане. Здравствуйте. Спасибо, что вы меня цените. Удачи, кстати.